Я только-только приехал из большой командировки, из большого турне по Сибири. Алтай, Новосибирск, Красноярск, везде было солнце. Плюс 28, в некоторых местах даже плюс 30 было. Даже немножко я особо не загорал, но такие руки немного, чуть-чуть прихватившись солнцем. Загар тракториста. Видите, ну как всегда, футболка. Везде грибы. Везде грибы. Я думаю, первым делом приеду в Москву и сразу сварю грибную похлебку. Конечно, безусловно, будут авторские штучки-дрючки всякие, но блюдо очень простое, очень простое. И самое главное, я расскажу, как сделать его максимально вкусным. Как люблю его готовить я и как с удовольствием потом его ставлю на стол, и мне за него не стыдно. Конечно, я взял подосиновиков. Это вообще самые любимые мои грибы. Обязательно белые. Белые не самые любимые, но когда они свежие, я их обожаю. В сушеном виде мне кажется, что они слишком сильно пахнут. Очень высокая ароматика, и поэтому кладу либо мало, либо редко. И, конечно же, лисички. Лисички без них никуда. Никакая грибная похлебка не обходится. Хотя, вроде бы казалось, что гриб слабенький, но по своей ароматике. Вот подосиновики, подберезовики, вот эти все губчатые грибы, я имею в виду то, что у них губка под шляпкой, да, они, конечно, мясистые такие, белка у них много. Это какая-то соломка такая. Сваришь, пожаришь, что-то там пожьешь. Лисички. Вот. Начинаем вот с чего. Начинаем с лука. Я буду сразу делать все в кастрюле. Все буду делать в кастрюле. Смотрите, первонаперво лук. Так как у нас блюдо это будет уже целиковое, да, ничего не пробиваться не будет, все будет как есть. Поэтому нам важно изначально нарезать все продукты красиво. Значит, мне нужен мелкий кубик на лук. Во-первых, чтобы он быстрее приготовился. Во-вторых, он должен красиво выглядеть в супе. Крупные куски лука, если вот вы варите, например, да, или там добавляете в зажарку. Даже те, кто едят лук, начинают такие, типа, ой, ну, что вы, лук, фу, я лук вареный не люблю. Чтобы их обмануть, просто нужно резать помельче. Сливочное масло. Без сливочного масла грибная похлебка, это все уже спам. Слабый вкус. Сливочное масло поднимает его, делает ее насыщеннее, калорийнее. Видите, я сегодня без мяса это делаю, ни на каком, ни на мясном бульоне, ни ничего такого я сюда не использую. Когда начинается сезон грибов, нужно пользоваться грибами. Потому что мясом вы воспользуетесь зимой, когда насушите достаточное количество грибов. И потом варите уже мясо, капусту туда, картофана побольше. У меня даже вон картошка одна всего лишь лежит. Значит, маслица растопилась у нас, да. Огонь пока что стоит у меня слабенький. Чтобы ничего там не горело. Со сливочным маслом нужно быть аккуратным. Вот смотрите, одна большая луковица, лука должно быть много в грибной похлебке. Ну, реально, не шучу. Значит, на Алтае побывал я, посмотрел, как мои друзья Костя Михеев делают экстракты. Попробовал, попил аронию, попил, значит, облепиху, попил калину, попил пихтовый концентрат, мой любимый. Потом отправились мы с моей супругой, потому что я на месяц уехал из дома. Как я без нее? Никуда. Потом мы поехали в Новосибирск. В Новосибирске был слет сибирской гильдии шеф-поваров. Где, соответственно, я читал лекцию по зарубежным стажировкам. Рассказывал в деталях и подробностях, как было все на самом деле. Там была отличная погода, вообще великолепная. В Новосибирске, в Новосибирске что я видел? А, я там побывал в Добрянке. Да, магазин, супермаркет русской еды. Дело для них несколько сочней. Сочень – это аналог итальянской пиццы. Упоминается в словарях русского языка. Не буду сейчас называть дату, чтобы никого там не провоцировать. И есть вариант того, что, может быть, итальянцы у нас стырили. Ну, то есть, на русской кухне бояре и дворяне не садились за стол без сочней кушать. Так вот, сделал несколько сочней, очень, кстати, крутых, значит, по русской тематике. Еще раз, да, сочень – это плоская лепешка с начинкой, а-ля пицца. Значит, сделал то, что я сделал, да, борщ. Представляете, сделал такой сочень, борщ, сочень, щи, солянку, рассольник с потрошками и с груздями. Если кто будет в тех краях, забегайте, попробуйте. Вообще, Добрянка, ну, как бы, такая беспрецедентная история. Чего, я тут особо не буду нарезать. Просто кубиком. Лук пассируется. К луку я добавляю, знаете что, половину грибов. Давайте, картошку я тоже добавлю сюда же. Лук и картошка пассируются. А сколько у меня здесь получается белых грибочков? Четыре. И вот этих вот давайте три, два оставим, два оставим посвежее. И здесь вот в чем есть смысл. Значит, половину грибочков я режу сейчас. И пассирую вместе со всем остальным. Вторую же половину я брошу чуть позже. Для того, чтобы освежить вкус грибной похлебки. Это реальная тема. Я очень часто делаю со всякими такими штуками. Но чаще всего, кто смотрит мой канал постоянно, знают, я говорю всегда это про чеснок. Потому что чеснок вначале дает вкус, потом в процессе пережаривания его меняет. И в конце мы добавляем чесночок, чтобы его освежить. Подосиновики тоже режем такими, знаете. На ваше усмотрение. Тут могут быть совершенно различные вариации. Примерно одинаковыми кусочками. Режьте и все. Возвращаюсь к похлебке. Щепотку тимьяна. Чебреца. Если путешествуете где-то, я последний раз привез с собой. Да, рассказываю вам сейчас, думаю. У меня же есть. Да, давайте, что я тимьян какой-то беру из пачечки. Когда у меня есть просто какая-то гениальная штука. Я был на Байкале в прошлом году. У меня там была поездка на берег реки. Ой, берег реки, говорю, блин. На берег озера, да, Байкал? На Байкал была поездка. Я оттуда припер. Сам лично собирал. Байкальский чебрец. Да, вот этот. Он прошел год. И он вот как был ароматный, так и остается. Я не знаю, что в пакетики с пряностями и специями засовывают производители. Вот реально год в обычном бумажном пакете. Вот здесь вот, на кухне. Аромат, я вас уверяю, просто бомбический. А там что-то все это перерабатывает. У нас люди не трогают руками. У нас это. Я бы тебя, а что же у вас не получается такого вкусного аромата? Значит, лук спассировался. Картошка наполовину готова. Вот теперь пора добавить чебрец, тимьян. Что, в общем, у вас есть такое? Это реально очень похожая, подходящая, похожая на грибы приправа. Пряность, которая не просто подчеркивает, а которая делает грибы еще интереснее и вкуснее. Главное, не переборщите. Много добавлять нельзя. Три веточки вот здесь вот. Щепотка, по сути. Далее отправляем сюда половину вот этих грибов и половину лисичек. Лисички, если мелкие, резать не надо. Все, оставляем. Значит, огонь нужно увеличить. Все помешиваем быстренько. Нужно спассировать грибы вместе с картошкой и луком. Чесночок сюда же. То есть мелко порубите его и к грибам. Когда вы пассируете грибы, вы оттуда как бы достаете вот этот грибной аромат. Нельзя просто их залить водой, сварить и сказать, типа, вот это лучшая похлебка. Лучшее будет, когда вы часть грибов немножко изнасилуете и вытяните оттуда вкус. Так, не забываем про соль. А теперь самый главный секретный ингредиент. Белое сухое винишко. Когда грибы уже дали сок, когда у нас картошка, лук уже почти готовы, мы берем и добавляем сюда 4 столовые ложки белого сухого вина. Больше не надо, иначе вы потом пожалеете. Даем вину полностью выпариться. Вот это будет бомба. Настоящая. В общем, даем выпариться вину. Останется кислота. Ну, вернее, намек на кислоту. Даже если у вас чуть-чуть там местами где-то прижаривается, вы видите, что на дне коричневые такие появляются, соскребайте их, не давайте им пригорать, чернить. Если у вас газ, как у меня, вертите всегда кастрюльку, для того, чтобы где-то всегда с одной стороны подгорает, вертите, меняйте положение, чтобы подгорало со всех сторон. Шучу. Ну вот, жидкости практически не осталось. Вот можно увидеть. Теперь пора лить воду. У меня есть вот такой кувшин. Это мой любимый спонсор Аквафор. Потому что, когда он появился в моей жизни, я понял, да, я теперь буду жить с чистой, качественной водой. Они делают крутые фильтры. Внизу, в описании ссылка, можно посмотреть, что у них есть вообще. Потому что там, начиная от маленьких, заканчивая огромнейшими фильтрами, я использую вот такой кувшинчик и счастлив очень этому. Воду нужно наливать столько, чтобы похлебка получилась похлебкой, а не, знаете, как бы вам сказать, вот чем отличается суп от похлебки. Похлебка – это простое деревенское блюдо, да. У меня оно не очень простое. А суп – это когда больше жидкости, да, меньше твердых веществ. Я примерно расцениваю как 50 на 50. Похлебка должна быть гуще, чем суп. Пока вода закипает, я отправляю сюда оставшиеся грибы. Картошки я намеренно положил мало, потому что грибы, грибы у нас сегодня профильная история. Как по мне, так грибы варятся до готовности примерно 7-10 минут при кипении. Не нужно их варить там сутки, двое, трое, токсичные вещества, еще что-то. Так они будут в 100 раз вкуснее, я вас уверяю. Ну, я в итоге 10 минут поварил его. Ну, и, соответственно, так как небольшое количество подосиновиков, он не стал черным. Вы знаете, что подосиновик чернеет при варке, если брать только одни подосиновики, он будет просто чернющий. Я иногда зимой, знаете, когда хочется нормальных грибов, и все используют белые, я говорю, ну-ну-ну, я беру замороженные подосиновики и делаю настоящий вкусный лесной грибной бульон. Вот смотрите, чаще всего петрушка, укроп приходят в пучках, да еще и завязанные. На кинзу не распространяется, кинза очень много грязи здесь. Я делаю так, снимаю резинку, мою пучок весь, встряхиваю его, потом опять надеваю резинку, и вот стебелечки, когда летом они ароматные, сочные, мягкие, такие хрустящие. Вот так вот нарезаю петрушку, укропчик, вы все равно потом их выкинете. Так вот, можно отсюда прям резать, а уже дальше на какие-то украшения использовать или в салаты, сами листья. Вот эти стебелечки, довольно много, видите, вообще не надо стесняться. Я их отправляю укроп и петрушку только. Грибы, это все-таки такая русская тема, не нужно сюда никакую, красный базилик и все, что ни попадя добавлять. Во-первых, если вы настрогаете туда листвы, значит, у вас будет слой листвы, не будет видно грибов, а в стеблях больше аромата, и они, знаете, такие, они делают такой мощный удар по вкусу. Все, теперь получаем удовольствие, счастье и радость от того, что наливаем грибную похлебку в тарелочку. Молодая картошечка, свежайшие сезонные грибы, стебли зеленухи, и все вместе это нужно приправлять чем правильно? Сметаной. Но так как у меня нет сметаны, поэтому приправлять сметаной будете вы, а я не буду ничем приправлять. Я сварил очень вкусную похлебку, рассказал вам нюансы, поделился идеями, и я уверен, что вы их выполните на 100%. А нет, я вас обманул. Нашел таки. Супруга любит творог по утрам и покупает домашнюю сметанку. Домашняя сметанка есть, а значит, что грибной супчик будет мега полноценный. Вот она! Не, если вы желаете, вы, конечно, можете туда нашинковать и листвы. Проблем нет. Да, вот это по-настоящему. Грибная похлебочка густая, много грибов, мало картошки, много лука, зелень и сметанка. Хлеб, кто ест хлеб, и ешьте хлеб. Кто не ест хлеб, наслаждайтесь без хлеба. Пеппер. Немножко освежить. По соли великолепно. Ну и что говорить, когда у вас есть свежайшие грибы, не упускайте этого момента. Сейчас сезон. Конечно, вы можете насушить и зимой взять консервированных, и лисичек можно там, и подосиновых, и замороженных. Это уже не то. В настоящий суп, настоящая похлебка. Настоящие грибы тогда, когда их срезали, обработали и сразу превратили на совершенно удивительное, аппетитное блюдо. Так что идите все в лес за грибами. Набирайте и готовьте вкусные блюда. Пока, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова